В романе под названием «Мол Северный» советский писатель-фантаст Александр Казанцев в подробностях говорит об освоении Арктики путем строительства в Северном Ледовитом океане огромного мола. Именно благодаря молу стала возможна и длительная навигация, и частичное улучшение климата. Однако стоит отметить, что полет мысли разных ученых и инженеров был куда более масштабным, нежели у писателя-фантаста. Они планировали просто невероятные проекты по освоению Арктики и уничтожению ее льдов. Привет! Вы на канале НСК Шоу, и сегодня предлагаю вам узнать о самых амбициозных проектах советских ученых, которые собирались растопить весь лед в Арктике. Идея Михаила Будыка. Михаил Иванович Будыка в 60-х годах 20-го столетия был известен как советский ученый-климатолог. Именно этот человек в свое время предложил довольно непростой, однако вполне реальный план по улучшению климатических условий на Крайнем Севере. По мнению ученого, необходимо было уничтожить арктический лед посредством сажи. Он считал, что покрытие всего арктического льда относительно тонким слоем этого материала способно значительно увеличить его поглощающие свойства. По мнению Михаила Ивановича, это могло привести к ускорению таяния льда из-за увеличения поглощенной дозы солнечной радиации. Будыка полагал, что в таком случае, когда весь лед растает, процесс уже будет необратимым, ведь поглощающая способность воды куда больше, нежели у льда. Вместе с тем, советский ученый прекрасно осознавал, что одной сажи недостаточно, чтобы растопить все ледяные глыбы. Более того, сколько же это нужно использовать сажи, чтобы воплотить в жизнь такой проект? Тогда Будыка еще раз хорошенько подумал и сделал новое предложение – разводить на льду бактерии, которые были способны к проживанию в такой холодной среде. Также он надеялся на то, что при использовании данного метода можно будет значительно повысить поглощение солнечной радиации. А вот для того, чтобы воды северных морей не охлаждались путем испарения, Будыка планировал в своем проекте растянуть над ними специальную мономолекулярную пленку. Стоит сказать, что никто не воспринял предложение ученого всерьез настолько, чтобы воплотить проект в реальность. И тем не менее, климатолог сделал довольно серьезный вклад в науку. Он также смог сделать расчеты, которые свидетельствуют о следующем. Если в Арктике не останется льда, то температура воздуха станет выше вплоть до 40 градусов. Соответственно, данный регион станет вполне пригодным для нормальной жизни. Идея Евгения Пастерса. Евгений Пастерс вовсе не был плотно связан с наукой. Однако именно этот латвиец в 1966 году направил в Госплан СССР свой личный проект по достижению коммунизма общей стоимостью всего в 50 миллионов рублей. Он считал, что арктический лед можно расколоть на громадные куски и могучими кораблями транспортировать их в Атлантику и Тихий океан. Затем, по его мнению, ледяные глыбы начали бы там таять, а корабли снова должны были вернуться за очередной порцией груза. Но для чего все это было нужно? Пастерс полагал, что таким образом можно освободить территорию длиной 3000 и шириной 200 километров. Детальные расчеты латвийца говорили о том, что как раз этого пространства с головой хватило бы для торговой навигации без участия ледокольного флота. Возможно, кто-то из вас сейчас подумал, что его идея довольно-таки смешная. Возможно, но все дело в том, что Евгений Пастерс также добавил к своему плану одну интересную особенность. Он предлагал установить на отколотых льдинах большие парусы из брезента для того, чтобы использовать силу попутного ветра. Согласно расчетам этого гражданина СССР, после того, как ото льда освободится необходимый для навигации коридор, остальной лед можно будет оставить в покое, ведь он растает сам по себе. В завершении своего плана Пастерс добавил, что страна получит невероятную выгоду от реализации его проекта и сразу же наступит коммунизм. А теперь вопрос к вам. Вы с этим согласны? Напишите, что вы думаете насчет идеи Евгения Пастерса в комментариях под этим видео. Будет очень интересно почитать. Идея Петра Борисова. Начну с такого утверждения. В 60-е годы 20-го столетия принято было считать, что если каким-то образом убрать поверхностное океаническое течение, то ему на смену сразу же поднимется из глубин другое, которое уже будет течь по своим собственным законам. Давайте сразу отметим, что печкой Европы, как известно, является теплое течение Гольфстрим. Однако на каком-то этапе воды Гольфстрима проходят на глубине, а сверху протекает холодное течение, в буквальном смысле слово, замораживающее советскую Арктику. Тогда в 1970 году от ученого-географа по имени Петр Борисов поступило необычное предложение. Он говорил о том, что можно ликвидировать холодные воды поверхности океана для того, чтобы теплое течение спокойно и без препятствий поднялось наверх. Но каким образом это можно было осуществить? По мнению Борисова, для изымания холодных поверхностных вод Арктики необходимо было полностью перекрыть плотиной Берингов пролив. Саму же плотину ученый планировал оснастить довольно мощными насосами, благодаря которым появилась бы возможность перекачивать воду из Чукотского моря в Берингово. По его предварительным расчетам, ежегодно приходилось бы откачивать около 140 тысяч кубических километров. Только представьте себе, что за шесть лет такой сверхплотины можно было бы добиться поднятия гольф-стрима наверх. Конечно, нельзя сказать, что никто раньше не предлагал никаких идей, связанных с перекрытием 86-километрового Берингового пролива. Если немного углубиться в историю, то еще в 20-е годы прошлого столетия поступило предложение его засыпать. Предложение поступало от инженера-железнодорожника Игоря Воронина. Скажу больше, был человек, который пошел еще дальше. Архитектор по имени Казимир Луческу в свое время сделал необычное предложение – построить на возведенной суперплотине сверхсовременный город. Как вы сами понимаете, никто не воспринял данную идею всерьез, поскольку ее осуществление имело просто астрономическую стоимость. Идея Алексея Пекарского. Скорее всего, все ранее перечисленные проекты советских ученых заставили вас задуматься о странностях их авторов. Если это так, то дайте реакцию в комментариях. Ну а если говорить о следующем ученом по имени Алексей Пекарский, то тут вообще можно усомниться в его вменяемости. Этот человек в свое время являлся членом географического общества, и однажды он сделал совершенно неожиданное предложение. Он сказал, что хорошо было бы нанести целую серию ядерных ударов по арктическим льдам. И если вы сейчас подумали, что это была неудачная шутка советского ученого, то это не так. Пекарский, конечно же, не хотел уничтожить абсолютно весь лед таким способом. При помощи ядерных ударов он планировал пробить лишь два транспортных коридора. Причем первый из них должен был проходить вдоль побережья Евразии, а вот второй – направляться на север для торговой связи с Соединенными Штатами Америки. Если вы опять-таки думаете, что этот безумный план был лишь в голове ученого, то это ошибка. А все потому, что товарищ Пекарский 10 июня 1946 года изложил свой гениальный, как он считал, план на бумаге. Затем он осмелился направить письмо лично товарищу Сталину, который, в свою очередь, его прочем. Скажу больше, Сталин даже перенаправил это письмо специалистам Арктического института для изучения. Научное сообщество этого института детально изучили проект ученого Алексея Пекарского и сделали совершенно неожиданный вывод. Только подумайте, в представленной идее они нашли здравый смысл и рациональное зерно. Да и в принципе они посчитали, что использование ядерного оружия может достаточно благотворно повлиять на все народное хозяйство. По их мнению, можно было бы ожидать больших положительных эффектов. Наверное, все же хорошо, что в 1946 году в Советском Союзе не было ядерных зарядов. А вот с момента их появления они потребовались уже совершенно для других целей, военных. Соответственно, когда повсюду велась холодная война, уже никому не было никакого дела до борьбы с арктическими льдами. Вот именно поэтому, казалось бы, о безумном плане товарища Пекарского попросту забыли. Ну а в дальнейшей истории Арктики, по сути, никаких подобных масштабных работ так и не было. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока!